И так, ну что ж, Ария Ру, мои маленькие любители покушать и космических путешествий. У микрофона как всегда ваш покушен слугам Амору, и это великолепная игрушечка Факторио с Матом Кроссторио 2 и Спейс Эксплорейшн. За кадром произошли какие-то изменения, какие-то глобальные, какие-то нет. В общем, я готовился вместе с вами продолжать делать космические проекты и космические колбочки в приоритете. И для того, чтобы доделывать энергетические каталоги, не хватает лишь поляризационных данных и данных о радиации. И то, и то, в принципе, мы делать можем. Для этого нужно делать радиационные центры и лазерные центры в достаточно больших количествах. Нужны топливные элементы из урана, неожиданно, так, на секундочку. Сейчас нужно подготовиться к полету, заимев их у себя на корабле. Желательно так, чтобы при этом не заразившись. А для лазерного центра, как ни странно, нужны лазеры и побольше количество аккумуляторных блоков. Радиационные центры немножечко создал, и совсем капелюшечку не хватило на лазерные центры. Но, я думаю, и с таким масштабом я смогу что-то сделать. В приоритете, пожалуй, мы давайте начнем с чего-нибудь полегче, например, с вот этих как раз радиационных центров. Это предыдущие технологические карты, я увидел, почему они у нас не делаются. То, что здесь нужна не холодная терможидкость, а переохлажденная, которая не минус 10, а минус 100 градусов Цельсия. А на выходе мы будем получать терможидкость при 25 градусах. Сейчас с этим нам тоже придется разбираться, но уже после вот этих радиационных карт. Все готово. Получается, даже на выходе мы будем получать 50% шансов уран-235. То есть мне нужно будет здесь в любом случае организовывать какую-никакую сортировку этого урана для достижения лучшего результата. Но это несложно будет сейчас делать. Вот, по сути, и вся сортировка. Весь уран-235 будет идти в обратку, и вот здесь вот сейчас на приоритете будет запиховываться вот в эту систему. Сразу после того, как на наивисе сделаю систему, чтобы сюда весь уран-235 отсылался. Теперь же проблема более насущная, прежде чем приступать дальше. Судя по всему, здесь нужна тоже переохлажденная жидкость. Мне нужно выяснить, как ее делать, поскольку у меня здесь просто прохладная жидкость. Так меня абсолютно не устраивает. Давайте смотреть. Мне просто нужны гиперохладители. Это очень отличные новости. То есть даже я могу здесь, наверное, всю эту систему делать. Из прохладной жидкости, как раз которой у меня здесь есть, делать суперпрохладную жидкость. Так как понадобилась мне она впервые вот здесь, пожалуй, я эту систему вот здесь гиперохладителем и организую. У меня вот здесь вот должны выпасть трубы. Трубы заходят вот в эти вот охлаждающие машины. Я как погляжу, это засранец еще умудряется делать терможидкость при 25 градусах. Мне, конечно, это не особо устраивает, но кто меня когда спрашивал? Поэтому сейчас будем размещать, пытаться и придумать, как это сделать. О, как-то так. Здесь я также сделаю, наверное, помпу, чтобы предотвратить подание обычной жидкости обратно в систему. И также последний еще один резервуар я где-то вот здесь вот буду вынужден разместить. Вместе, конечно же, с помпой. Вот здесь как раз будет выходить терможидкость при 100 градусах и будет идти в систему, где она и нужна. Хотя бы так. Получается, вот здесь вот будет выходить вот эта вот жидкость переохлажденная. И вот здесь вот я ее, пожалуй, и пущу. Ну, немножечко с костылем, но ладно. Та часть, которую мы должны были доделать в прошлой серии, мы наконец-то доделали. Надо посмотреть, как у нас дела на наивисе обстоят. С ураном-235 вывелся ли он в систему. И как я погляжу, он успешно уже сюда поставляется. Он здесь имеется. И по 4000 он уже складируется. Какие замечательные новости. То есть я могу сюда поезд уже отправлять и потихонечку начинать уран, также отправлять на орбиту. Получается, последнее, что осталось, это вот эти лазерные центры. Для них нужны мультиспектральные зеркала в количестве 0,3 штуки. Так, смазка есть, сталь есть, химический гель есть, стекло есть. Все у нас есть, получается. Значит, просто нужно это сделать. Все бы ничего. Правда, мне космических фабрик не хватает для производства. А для них мне не хватает больших электромоторов. Так что мне в любом случае сейчас возвращаться нужно на Avis. Восполнять все ресурсы и запасы по компонентам. И только после этого сюда возвращаться. Самый пока что большой ресурс, которого не хватает именно здесь, это космические сборочные автоматы. Вот те и пу-пу-пу-пу-пу. С момента последней сказанной мною фразы в этом видео. Прошло несколько недель в реальной жизни. И все это время я занимался именно Факторио. А все потому, что произошел небольшой казус, который я писал уже у себя на канале. И это связано с тем, что у меня слетели все сохранения. И мне пришлось восстанавливать всю базу буквально с нуля. Хорошо, что последнее сохранение, которое было на данный момент у меня достигнутое, это сохранение, где мы с вами сделали хотя бы вот эти три пусковые ракеты и могли в свободном режиме отправлять ресурсы на орбиту. Но на орбите не было ничего еще построенного. Даже банально не было вот этих предметов, где я мог бы восстанавливать себе трубы и конвейера. Даже не говоря уже о космических платформах. И это все мне пришлось восстанавливать. Восстановить, конечно же, в то что я не смог. Но я смог восстановить все до того момента, что у нас здесь готово производство всех видов данных об исследованиях. Фиолетовых данных об исследованиях. И объединяя все эти четыре вида фиолетовых данных, мы можем в исследовательских серверах получать энергетические каталоги. Есть, конечно же, тут огрехи. Скорость некоторых исследований не хватает. А все потому, что у нас здесь, по сути, упирается лишь скорость производства вот в этих моментах. Где нам не хватает производства чистых карт их памяти. Но об этом чуточку позже и буду разбираться с этим чуточку позже. Сейчас для меня основная задача рассказать вам, что же в принципе было изменено на базе. База на наивисе не сильно так преобразилась. Увеличилось, возможно, общее количество солнечных панелей, которое здесь размещено. Но это такие мелочи незначительные. Уменьшилось общее количество инвент-постов. За счет того, что я, наверное, научился как-то более грамотно использовать ресурсы. И просто не было времени их отстраивать. Я все быстрее хотел наверстать все то, что было упущено. Основное изменение относительно предыдущей базы строения было создание вот такого вот блока. По сути, это примерно такая же схема, как вот здесь. Вот у меня расположены поезда и готовы к отправке космические пушки. Только здесь эти космические пушки доставляют предметы на различные планеты. В частности, на планету вулканов. Она стала основной планетой, где происходят основные манипуляции с ресурсами. А все потому, что ресурсы, которые там добываются, я там и обрабатываю. И промежуточные ресурсы, допустим, если мне нужно отправлять на планету твердое топливо, то я просто беру это твердое топливо туда и отправляю. Соответственно, у меня для этого здесь стоят ресиверы сигнала, там приемщики сигнала и небольшие такие манипуляции. По большей части у меня были проблемы, наверное, только с водой и с бочками. Как я уже говорил, в предыдущих частях у меня были с бочками основные проблемы, но и это я смог обойти. Как минимум, я нашел здесь способ себе аккумулировать бочки в виде стали. Оказывается, их в измельчителях, в центрах переработки. Можно перерабатывать и получать из них сталь. А сталь уже дальше использовать обратно в бочках. Пропорции один к одному идут, что из одной бочки получается одна сталь и из одной стали получается одна бочка. Так что мы нигде не проигрываем. Лишь немножечко в выработке электроэнергии, что я считаю достаточно незначительным. Что касается базы на вулканов, сейчас эта база выглядит гораздо, гораздо шире, нежели выглядела она до этого. И, как вы можете видеть, я вышел за пределы этой планеты. То есть я дошел буквально до ее края для того, чтобы добывать иммерсит, масштабы производства которого слишком высоки. Потихонечку я его здесь добываю, но и в этом нет ничего страшного. Если я его здесь и добываю, значит я его здесь обрабатываю так же, как гальминит и вулканит. Так же вулканит у меня добывается с помощью глубинных буров. Это единственное, наверное, основное отличие от того, что было ранее. Это мысль, к которой я пришел благодаря тому, что, как ни странно, принял небольшую истину, что планеты в этих модификациях ограничены. А глубинное бурение это такая особая черта наших планет, которая способна нам добывать ресурсы практически бесконечно. И нам просто пласт ядра нужно в измельчить их, перерабатывать. Из полученных ресурсов мы получаем по большей части вулканита, но мы так же здесь получаем обычные фрагменты ядра, из которых мы так же можем получать ресурсы в виде меди и железа, которые здесь же обрабатываются. И обрабатываются они в печах и дальше в последующих производствах используются. А так же самую дорогую воду. И так же перофлюкс, но это такие мелочи. И воды на самом деле здесь требуются какие-то конские масштабы. Для этих конских масштабов приходилось делать вот такую приемную станцию, где по большей части бочки с водой здесь перерабатываются. И воду здесь на планете мы используем в неограниченных масштабах. А дальше идут по мелочи. Обычное производство гальминита, наверное, такое же и было. И здесь его на самом деле было гораздо легче размещать, поскольку перофлюкс, как ни странно, уже есть на планете вулканов. А значит мне ничего никуда доставлять не надо с такими масштабами. То, что мне не нужно отправлять ресурсы руды по 20 единиц на другие планеты. А именно здесь я буду их перерабатывать и в больших масштабах, типа в стаке, у меня вместо 20, допустим, отправляемых ресурсов будет 10. Таким образом, у меня получается экономить просто колоссальное количество не только капсул доставочной пушки, но еще и электроэнергии, которая стала ключевым камнем в моих всех исследованиях и моей экспансии. Солнечные панели очень мало вырабатывают электроэнергии и с ними очень много проблем возникает, к сожалению, пока что, которые мы не можем решать. Но я думаю, как только у нас доступны будут вот эти энергетические исследовательские пакеты, нам будут доступны новые виды выработки солнечных панелей. Ну а когда же мы дойдем до ядерного синтеза, тогда мы точно сможем разгуляться. Что касательно даркета моей ледяной планеты, она тоже кардинально поменялась. Как вы помните, здесь находятся и кусаки, от которых мне тоже приходится обороняться. Оборона происходит банальным образом. Здесь я решил не изобретать велосипед, а строить блочную застройку. Вот так количество производимых ресурсов получается в нужных мне масштабах, а значит я без проблем смогу получать все то, что мне необходимо. Здесь стоит такой же блок по получению по большей части азотной кислоты, которая нужна для получения анионных шариков, которые я произвожу здесь же, чтобы ресурсы лишний раз на наивис не отправлять. А оборона, как я уже и сказал, происходит благодаря артиллерийским сооружениям и такой вот блочной застройке, которая позволяет покрыть мне базу равномерным слоем артиллерийской обороны. И в принципе такой вариант меня более чем устраивает. База на наивис также у меня устроена, в каждом круге примерно есть своя артиллерийская установка, которая обустраивает мне таким образом оборону. Я считаю, что это наиболее правильный выход из сложив ситуации, и ведь с кусаками у меня просто не получается найти общий язык и способ регулирования наших конфликтов. Примерно вот я вкратце, за несколько минут, объяснил все то, что мне приходилось делать несколько недель. По-моему, у меня действительно вышло все это выстроить гораздо проще, легче, красивее и эффективнее. Ведь я уже просто банально даже знал, что и как мне нужно делать и в каких ресурсах. Но это не уменьшает ни в коем случае того момента, сколько времени на это все безобразие было потрачено. Также я забыл сказать, что база на орбите тоже подверглась небольшим изменениям. Здесь у меня, мне кажется, более грамотно используются некоторые вещи, в том числе и наши линии конвейеров. Чистые карты памяти по ним путешествуют, но это не то, о чем я хотел сказать. Как ни странно, во время производства получается слишком большое количество мусора, отправлять который на базу, мне кажется, нецелесообразным. И именно эта сборщика нас учит, как грамотно использовать разного рода ресурсы. Здесь, например, у меня стоят сборщики мусора, которые потом в центрах переработки перерабатываются в ресурсы. Например, я получаю благодаря переработке железо, медь, камень и редкие металлы. Потом, когда у меня появится возможность строить блоки, я обязательно эти ресурсы буду здесь же перерабатывать и буду получать из них вторичные производства. Но, возможно, с использованием перофлюса я буду получать большее количество ресурсов. И уже вторично переработанные материалы и ресурсы буду использовать в дальнейших крафтах, чтобы лишних проблем не возникало и ресурсов требовалось гораздо меньше. Ведь, как ни странно, у меня до сих пор есть опасение, что рано или поздно ресурсы к планете кончатся и мне придется заново все это делать. А заново все делать я очень сильно, конечно же, не хочу. Если так посмотреть, то на энергетические исследовательские пакеты нам осталось всего ничего, энергетическое открытие и энергетическая симуляция. Для этого нужно всего 12 суперкомпьютеров и один исследовательский сервер. Все это я могу сейчас по-быстрому наклепать и сделать. Вот. Единственное, что я пока что не успел сделать, просто банально руки до этого не дошли, это сделать нормальную оборону от метеоритов на наших планетах, кроме на Ивиса. К сожалению, это нужно будет сделать рано или поздно и желательно уже между сериями за кадром. А вот, по-моему, решение очень многих моих проблем. Оказывается, вот этот крафт с энергетической симуляцией возвращает аж 32 чистые карты памяти за 1 единицу крафта. Вот таких, конечно же, вбросов я никак ожидать не мог и даже не догадывался об этом. Но эти новости меня очень сильно радуют. И в таком случае я смогу эти карты памяти в обратку пускать и повторно их использовать. Я так скажу, что вот этот обратный механизм и слабая скорость производки, это все сугубо временные варианты, пока мы не изучим достаточные технологии. Ну а когда же это будет, обязательно все это в скорое время не изменить. Ну а тем временем я уже здесь создал суперкомпьютеры, которые должны создавать потихонечку энергетические все каталоги и пакеты. А, стоять! Эй, что я сделал? Ой-ой-ой, я дурак! А, нет, я очень умный дурак. Энергетическое открытие сначала должно быть здесь. Вот таким вот образом. В любом случае, даже здесь у нас получаются вот эти вот белые чистые карты памяти. Так что об этом не пережевываем. Заменяем просто вот эту схему на энергетическое открытие, и все должно работать наилучшим образом. И просто два останется суперкомпьютера мне разместить вот таким вот образом здесь вот. Вооот! Это готово. Сейчас это все достроится, и потихонечку схема должна будет заработать. И получается мне останется сделать всего один сервер. Потом дальше как пойдет. Вдруг меня устроит, и я просто банально это так и оставлю. Ну а если не устроит, то всегда можно протянуть еще очередной конвейер. И вот этот долгожданный исследовательский сервер. Из него, естественно, выводятся все бесполезные карты памяти, и по общей линии конвейера перерабатываются вот в этих суперкомпьютерах. Я надеюсь, их скорости будет хватать для того, чтобы перерабатывать не только то, что было до, но и то, что накопилось после. Ну и, соответственно, вот эти вот исследовательские каталоги здесь тоже потихонечку начали складироваться. Но пока что проблемы с жидкостями, но, в принципе, с жидкостями у нас и по всей базе проблемы. Ведь, как ни странно, почему-то я не понимаю, как это произошло, но все жидкости поперемешивались между собой. Здесь у меня, видите, в одной трубе находятся терможидкости разных температур. И как именно это происходит, я вообще не понимаю. И из-за чего это происходит, я тоже не понимаю. Если я все правильно понимаю, здесь вся система каким-то образом умудрилась объединиться, и мне предстоит решать эту проблему, я думаю, за кадром. Это уже все то, что было в прошлом. Но самое приятное и самое долгожданное, что здесь, наконец-то, я получаю эти долгожданные энергетические исследовательские пакеты. Это победа! Это, товарищи, победа! Не передать словами, как я сильно этому рад. Только пока что изучать все эти изучения мы не можем здесь. А все потому, что нам банально не хватает лабораторий. Космические наушные лаборатории. И самый большой затык в этом всем производстве, это нехватка литий-серных батарей, которые, в свою очередь, требуют для себя целой линейки для крафта. И накрафтить их в малых масштабах, к сожалению, мне не позволяет совесть. Но, пожалуй, об этом и о много другом мы будем уже думать в следующей серии. Ну а пока, всем спасибо, что смотрели. У микрофона был, как всегда, ваш покорный слугам Амору. Еще услышимся! Услышимся!